Всем привет! Сегодня 29-й день моего участия в атлетическом марафоне на сыроедении. И хочу показать вам фрагменты из моей сегодняшней тренировки. А что головой вниз надо стоять обязательно? Может быть лучше вверх головой? Так, 29-й день подходит к концу. Я только что закончил свою вечернюю тренировку. Сейчас направляюсь домой. Получилось заснять не все упражнения, которые сегодня делал. Ну, это ничего страшного. Зато сегодня получилось заснять один соус, который я готовлю себе. Довольно-таки необычный. Ну, сейчас все сами увидите. И кому понравится рецепт, обязательно попробуйте. Очень вкусно. Необычно получается. Так, смотри. Итак, смотрим. У нас здесь сучу кембеля. Две головки чеснока. Два перца. Ну, вы можете использовать один перец. Я люблю, чтобы было чуть острее. Я два беру. Стакан семечек. Я их размочил. У меня постояли два дня. Сок лимона. Половина лимона. Морская соль. Одну чайную ложку я использую. Оливковое масло. Две чайные ложки можно добавить. Ну, в принципе, по желанию. Вы можете вообще его не использовать, так как в семечках достаточно много жира. И еще сегодня я использую лен. Две столовых ложки. Для этого я брал семечки тыквы. Но сегодня у меня нету тыквенных семечек. Я использую лен. В общем, вот такие ингредиенты. Сейчас я его взобью. Блендер и покажу, что получится. В общем, вот такой получился соус. Очень ароматный. Очень острый. Оценим его. Всего ли хватает. Да, нормально. Так, получился отличный соус. Я доволен. Он мне очень нравится. Я хотел вкратце вам рассказать о том, как я использую этот соус. Наверняка вы все обратили внимание, что там перца много. Целых два. Плюс это острый такой перец. Просто его есть. Ну, мне очень не нравится. Вот в таком соусе он отлично сочетается с семечками, с всеми остальными ингредиентами. В основном я его добавляю как усилитель вкуса. Ну, особенно к таким продуктам, как, например, проростки гречки. Потому что просто гречку есть без ничего. Ну, как бы она полезная ни была, и с ее супераминокислотным составом, ну, без какого-то дополнительного вкуса. Ну, здесь я имею в виду именно там майонез, например, вот такой. Или, ну, я иногда добавляю сухофрукты, изюм. С изюмом. Тоже очень-очень вкусно получается. Также я употребляю такой соус с капустами. А именно с цветной капустой, с брокколи. Очень тоже получается вкусно, потому что эти капусты, если есть сырыми и без ничего, ну, у них вкус не такой, как, например, у яблока, да. Поэтому лучше приготовить какой-то соус для таких вещей. Ну, так же самое и листья салата, шпинат тот же. То есть, все это можно заправлять таким майонезом. Плюс этот майонез, он антипаразитный. И он очень хорошо воздействует на нашу пищеварительную систему. Поэтому пробуйте. Я уверен, что вам понравится, потому что довольно-таки вкусно. Даже, ну, не сыроеда. Те, кого я угощал, были довольны и кушали с удовольствием. В общем, вот так, друзья. Если вам понравилось это видео и оно для вас полезное, ставьте лайк и пишите комментарии. Будет интересно с вами обсудить эту тему. Все.